Первое, что сегодня мы с вами рассмотрим, это то, что Бог доверяет отцу, папе ответственность. Несмотря на то, что Бог создал и мужчину, и женщину, сам Бог избрал и принял решение, чтобы папе иметь ответственность больше, чем маме в семье. Он избрал отцов руководителями, избрал и поставил, что именно папа будет в семье главой, будет лидером, будет ведущим. И это структура Божья. Если, возможно, появляются вопросы, почему так, я вам честное слово скажу, я не знаю, почему так, но я точно знаю, что это структуру, которую установил сам Бог. Второе, это то, что Бог избрал. Второе, Бог доверил. Бог доверил ответственность большую. Ответственность за семью именно отцу, именно папе. Третье, Бог не просто избрал, Бог не просто доверил. Если Бог это сделал, значит, Бог точно даст способности и силы каждому папе и каждому отцу выполнить эту задачу. Если бы это было невозможно, тогда Бог был бы несправедлив. Если бы отец не в состоянии, не смог бы воспитать или вести свою семью в правильном направлении, справиться со всеми обязанностями, тогда, значит, Бог ошибается, а Бог не ошибается. Значит, у каждого отца есть все необходимое для того, чтобы выполнить эту задачу. Какую же ответственность Бог даровал или дал отцам, папам? Конечно, их есть много, и мы сегодня не будем с вами говорить о всех, но мы с вами обратим внимание только на одну, может быть, максимум на две. Я считаю, одни из основных. Заметьте, что нету таких программ или университетов, которые учат, вот как быть нормальным папой. Есть там, как стать доктором, как стать инженером, но вот как вот стать отцом хорошим? Таких еще дипломов вроде не выдают. И у нас есть две. Две вещи, на которые мы можем опираться. Первое – это Библия, Слово Божье, Слово от Бога, который учит, дает направление, каким должен быть Отец. И второе – у нас есть опыт наших отцов, которые тоже чему-то нас научили. Итак, мы с вами пойдем в Библию, и первый пункт, который мы с вами рассмотрим – это Бог дает отцам ответственность за воспитание детей. Ефесянам 6 глава, 4 стих, там написано, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Воспитывайте в учении и наставлении Господнем. Обращение идет к отцам, не в общем к родителям, хотя и мама, и папа участвуют в воспитании детей, но здесь обращение Бога идет специально, конкретно именно к папе. Я так бы хотел, чтобы сегодня каждый отец, кто в этом зале, и кто смотрит нас онлайн, чтобы каждый сегодня сказал, «Господь, я это Слово сегодня принимаю лично для себя, как никогда может быть раньше. Да, знал и слышал, но сегодня, Бог, я открываю Твое сердце. Если Твое Слово говорит, что это ко мне, я готов, Господи, говори в мое сердце и дух». Задумывались ли вы о том, что парадоксально на практике больше время проводят с детьми кто? Мамы. И вроде бы мамы круглосуточно с детьми, а папы так иногда по вечерам. Но несмотря на это, Бог ответственность все равно избрал, доверил, дал достаточно ресурсов и дал эту ответственность именно папе. Итак, по поводу воспитания, несколько таких, наверное, основных мыслей. Одна из них – это то, что воспитание детей, наша ответственность, оно должно быть умышленным. Это, наверное, одна из самых таких больших проблем, которых я вижу в моей жизни. Я думаю, что нет здесь людей, которые не знали о том, что воспитывать детей – это ответственность папы. Но именно как у нас это получается на практике, чаще всего оно так неумышленно. Я как-то рассказывал пример, что ребенок что-то натворил, папа может сразу дать подзатыльник, сразу сказать, сразу накричать. И вот так вот не планировал, не старался, но так вот случилось. Ребенок натворил, сразу получил и сразу воспитали его. Ну а вот так, чтобы запланировать, чтобы это было умышленно заранее, чтобы об этом думать, размышлять, на практике это очень трудно получается. У меня, друзья, я не скажу, что есть такой огромный опыт. Я за это переживаю, болею вместе с вами и сам учусь. Возможно, некоторые моменты, которые помогут вам от кого-то, я их беру. У меня в моем телефоне есть один такой файл, который называется «Teach my kids», чему я хочу научить моих детей. У меня там есть список, где я пишу, например, техника безопасности, что нельзя трогать, отношение к старшим людям, отношение к Богу, к пожертвованиям, к разным моментам, грехам разным. И каждый раз я этот список обновляю, вот что-то вспомню и думаю, вот это надо научить моих детей. Я раз себе в список напечатал. И раз в неделю я в своем телефоне ставлю ремайндер такой, ремайндер, напоминание, чтобы провести время с детьми. Стараюсь их собрать, мы называем это шаббат наш семейный. И я им вот так вот прохожусь по списку, и вот так вот то, что я вот когда-то себе записал, стараюсь им объяснить. Girlfriend, boyfriend, разные вещи, что скромно, что не скромно. И вот моя доченька, самая младшая, три года ей, Эсти, идем мы с детьми в зоопарке, и она вдруг, папа, это не скромно, показывает на женщину, у которой, ну, такая маечка, как это называется, spaghetti stripes, знаете, да? Или юбка короткая. И я слушаю и думаю, неужели вот ребенок в три года, в три года, она еще не знает, что это значит скромно, слово этого не знает, значение. Но она только знает то, что ей папа что-то объяснил, и что вот это, что папа сказал, это правда, она это, she doesn't question, она не сомневается в этом. И она вот так вот показывает. Потом, когда-то мы там рассказывали за наколки, еще за что-то, она сразу, папа, вот это, вот это, это грех, дядя курит, это грех, он будет кашлять. Папа, и она вот все, что она запоминает, она рассказывает. Потому что когда-то мы сели так вот умышленно, прошлись по этому списочку, и старались в детей что-то вложить. И, конечно, у меня еще дети маленькие, еще рано праздновать, может быть, победу. Но, возможно, кому-то это поможет. Возможно, кому-то это даст какую-то идею. И наша задача вдохновить отцов, чтобы мы воспитывали и вкладывали в своих детей, и это делали умышленно, intentional, raise your kids intentionally. And that requires a big effort. Это требует от нас больших усилий. И помните, что период времени, когда мы можем повлиять на наших детей, он не такой уж сильно и большой. Вы знаете, это всего-навсего может быть пять-семь плюс-минус лет. Кто-то говорит, что это от трех до десяти лет, вот самый большой период влияния на детей. Кто-то говорит, что это до пяти лет, и характер уже сформировался. Кто-то говорит, там, от пяти до двенадцати лет. Но неважно. Главное, что этот период, вот скажем, от пяти, там, семь-восемь лет, вот в этом промежутке, этот период, когда папа для своих детей, он герой. А потом приходит период, что когда папа уже для детей лузер, уже дети герои, а папа уже так себе. Вот почему нам важно вот это время не потерять и помнить, что его не так много, не так много. Я вот сегодня стою перед вами и сам вчера молюсь Богу и говорю, Господи, помоги мне. Вот сейчас вот в моей данной позиции, в новой роли, сколько всего изменилось в моем расписании. Жена спрашивает, ты свободен в тот-то вечер? Я говорю, свободен. Приходит тот вечер, уже я не свободен. Я говорю, Господь, помоги мне не потерять моих детей. Помоги мне найти правильный баланс служения и семья. Помоги найти правильный баланс у многих отцов. Это работа и дети. Так как бы хотелось бы, чтобы каждый папа искренне обращался к Богу и говорил, Господь, дай мне правильно балансировать мое время, чтобы я выполнил вот это призвание, которое Бог обращает к каждому. Отцы, воспитывайте, взращивайте, наставляйте детей ваших. Интересно, что в этом месте Писания, которое на вашем экране, здесь говорится о воспитании, и часто, я бы сказал, наверное, такой, ну, наш любой русский мужик, он имеет в виду, воспитывать, это значит, ну, ремня дать, когда надо дать. Это воспитывать. Ну, смотрите, да, Библия говорит о физическом наказании, но здесь говорится о воспитывайте в наставлении Господнем, не просто их наказывайте, не просто можно, нельзя, но воспитывайте в наставлении, в учении Господнем, то есть, конкретно подчеркивается мысль, что отец в воспитание должен вкладывать Слово Божие, Библию, передать и вложить ее детям, не воскресная школа ответственна за это, дорогие папы, не церковь, не пастор ответственный за это, это все дополнительный плюс нам, но воспитание и вложение вот этих заповедей, наставлений Господних ложится на Отца, слава Богу за это. Папа, каждый из нас сегодня может спросить себя, когда последний раз мы садились с нашими детьми и рассказывали им истории из Библии, объясняли им Писание, разбирали какую-то проповедь с ними, ехали назад в машине и спрашивали, что ты понял, сынок или дочь, после этого собрания эта ответственность ложится на нас, на пап. Вы знаете, что даже нехристианские источники утверждают, что в основном криминал и причина моральных разложений это в первую очередь это отсутствие отцовства или когда отцы не влияют на своих детей правильно, а если эти отцы не христиане, не верующие, то там проблем куда больше. И последнее, что, наверное, я хотел бы сказать по поводу воспитания детей, это то, что когда-то мне это пришло на сердце, возможно, это поможет и кому-то из вас. Вы знаете, что когда-то я так сильно заметил в себе момент, что я подумал, что я смогу воспитать своих детей. У меня есть опыт, ну, я так думал, у меня есть книги, у меня есть много, у меня есть там хороший папа, у меня есть церковь, и я смогу. И однажды я сказал, Господь, прости меня за то, что я так много, такую большую планку и ставку сделал на себя. Я извиняюсь, это неправда, это не так. Многие уже до меня так думали и не смогли. Кто-то тоже мечтал, что у них все получится. Дети родились в христианской семье, с детства ходили в церковь, и не получилось. Поэтому сегодня моя молитва к Богу, Господь, я сам, наверное, не смогу. Без Твоей помощи, без Твоей помощи, Господь, я просто не смогу. Мы часто надеемся на частную христианскую школу, надеемся на хороших учителей, надеемся на organic food, надеемся еще на что-то, что наши дети вырастут и будут хорошими. Но Библия говорит, если Бог не сожидит дома, то напрасно ты тратишь деньги на private Christian school, напрасно ты еще на что-то надейся. Если сам не возьмешь ответственность, не будешь прилагать усилий, и Бог не будет с нами, то вряд ли у нас самих что-то получится. Да поможет всем нам Господь. Еще одна ответственность, которую Бог дает папам, это ответственность за духовное состояние семьи. И здесь Иисуса Навина 24 глава один отец сказал, что я и дом мой будем служить Господу. И в этом же стихе чуть выше говорится, а вы изберите, кому вы будете служить. То есть по-любому вы будете служить либо работе, либо развлечениям, либо телевизору, либо еще кому-то, но вы кому-то будете служить. И здесь Бог призывает, а я и дом мой, это решение отца, который обращается к другим отцам и говорит, вы, папы, вы решите, для себя разберитесь, пожалуйста, себя не обманывайте, но себе скажите правду, кому вы и ваш дом будет не просто в церковь ходить, а служить. Там написано, не ходить, а служить Богу мы будем. Слава Богу за это. Второзаконие, шестая глава, там написано о том, что методика или, как сказать, умышленное вот это воспитание, это не обязательно, когда мы сидим, не обязательно в церкви, но там написано, второзаконие, шестая глава, воспитывайте и вкладывайте в детей, когда вы сидите в доме, когда вы едете в дороге, когда вы ложитесь спать, то есть используйте любой момент и шанс, чтобы вложить в ваших детей. Когда иногда ребенок что-то просит, а часто у нас дети просят, то игрушку, то еще, можно или нельзя, можно это как награждение, использовать такой метод, что сказать, да, сынок, давай мы сейчас почитаем Библию, давай ты пойди сам прочитай, потом расскажешь, а потом можно. Часто мы награждаем своих детей или ставим условия, уберешь комнату или еще что-то, но иногда можно и вот туда заглядывать в эту христианскую сферу. Мы как отцы, я думаю, должны вникать в какие мультфильмы смотрят наши дети, какие, возможно, фильмы смотрят наши дети, какие видеоигры играют наши дети, куда уходит это время. Сегодня это так тяжело контролировать с телефонами, которые появляются у детей все раньше и раньше. И кажется, нам наша задача остает еще тяжелее. Но с Божьей помощью я верю, что это получится. Если вдруг, возможно, отцы есть сегодня, которые думают, я свое время уже упустил, мои дети уже старшие, тогда для вас тем более стоит нам сделать выводы и сказать, тогда вкладывайте внуков ваших, тогда говорите с молодыми отцами, делите своим опытом, наставляйте, не расслабляйтесь, не сдавайтесь, пока мы живы на земле, наша миссия еще не закончилась. Пусть Бог поможет всем нам, слава Богу за это. И последнее, это Бог спрашивает отцов. Бог не просто доверяет, дает, но Бог также и спрашивает и привлекает к ответственности. Дорогие папы, видят ли ваши дети, когда папа читает Библию? Это не надо делать, как показуху, но просто хоть иногда такое случается, что дети наши видят, как папы читают Библию, как папы говорят, нет, сегодня мы в церковь обязательно пойдем, как папы рассказывают какие-то истории из Библии, как папы играют с детьми в какие-то библейские истории, переодеваются в костюмы, как-то было время, я купил себе в магазине бороду такую, знаете, что прилепливается, какие-то там усы, платья, меч, щит, и мы с детьми играли, играли в эти игры. Знаете, это было пару лет назад, но все, что везде, где вот я играл, дети запомнили на всю жизнь. Это не потому, что я такой способный, я тоже имею недостатки, я просто хочу вдохновить всех отцов, чтобы мы умышленно вкладывали и тратили время на воспитание наших детей. Пусть Бог поможет каждому из нас. Второй пункт, это отношение жены к отцу, к мужу, но к отцу общих детей. Библия говорит нам о том, что Бог создал женщину, чтобы помогать. Библия называет помощницей. Помогать во всем, везде, и также и в воспитании детей. Или же хотя бы не мешать. Вы знаете, что я вам приведу пару практических примеров, и я уверен, что многие из вас улыбнутся, потому что большинство семей проходили то, о чем я сейчас расскажу. Отец решил взять с собой в дорогу, в отпуск или в поездку сына или дочь. Мама говорит, нет, нельзя. Почему? Потому что ребенок не поел. Вот еще не поел, еще рано или там он обед пропустил. И иногда бывает, что мама готова, ну, на все готова. И это доходит иногда и до скандала, потому что ребенок не поел. Как он может ехать с папой? Ну, куда это? Как это? Мой ребенок не поел. Вы понимаете, это не просто так. И кажется, ну, никто еще не умер, если один раз не поел. Но это уже стает какой-то преградой. Второй, например, вариант. папа опять решил взять с собой сына или дочь и куда-то вечером поехать. Это означает, что тоже нельзя. Почему? Правильно вы догадались, ребенок не выспится. Не выспится, если вовремя не ляжет спать. Значит, что делает мама? Снова мама защищает, защищает свои позиции, своих детей и снова не дает возможности папе взять детей и провести время с ними. Хотя папа это делает не часто. Если это случилось раз в неделю, раз в месяц, слава Богу, кажется, надо давать, отдавать и сказать, слава Богу, бери, езжай, муж, благословляю, как хорошо, что ты решил это сделать. Третий вариант. Снова папа решил куда-то взять с собой детей. Мама снова говорит, нет, нельзя. Как вы думаете, почему? Вы снова догадались, ребенок одет неправильно. Это же важно для мамы, правильно? Ну, как это он в таком виде? И снова там, а времени нет, папа спешит, да пойдет, поехали. Мама, не, 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 куда поехали? Мой ребенок в таком виде, голодный, никаких, поехали, приехали. И так бывает, что вроде бы с хорошими намерениями, переживая за своих детей, есть такое выражение в английском языке, мама bear, знаете, да? Это по-русски мама медведица. иногда оно кажется, мама вмешивается в процесс воспитания детей. Конечно, нужно, я понимаю, чтобы все было в пределах разумного, чтобы все было, надо, чтобы дети и кушали, и высыпались, но, пожалуйста, любимые мамы, жены, иногда поймите, что папы могут воспитывать и влиять на воспитание детей не так, как вы, сто процентов не так, как вы. Они будут по-другому одеты и иногда по-другому будут питаться, но поверьте, что ваши дети выживут. Они сто процентов не помрут. Иногда просто дайте возможность отцам просто провести это время, если они ответственны за это воспитание. И иногда вот эти редкие такие случаи случаются, благословляйте их, отпускайте их, пожалуйста, не берите власть в свое управление. Кажется, муж глава, но что касается детей, мама Бер все равно скажет свое последнее слово. Друзья, благословляйте, помогайте им, давайте, не лишайте возможности отцов влиять на воспитание детей, они будут влиять по-другому, не так, как вы. Но это влияние тоже необходимо. Пусть оно в комплексе работает. И с Божьей помощью мы, у нас все получится, слава Богу, за это. Иногда это бывает просто муж решил там с женой куда-то поехать на отдых или в какую-то поездку вместе. И муж даже сам позаботился, нашел сам бейбиситеров. И как вы думаете, что иногда происходит? Вы снова улыбаетесь. Да, снова жена говорит, нет, почему? Ну как я с ним, с ней оставлю своих детей? Своих детей как я с ней оставлю? Ну как я могу доверить? Поверьте, они не помрут, будут живы, все нормально. Иногда пусть и этот процесс такой разнообразный влияет на семейную жизнь, и там отец участвует, решает. А вы как можете помогайте. Пусть Бог поможет вам в этом, дорогие наши жены. Помните, что часто отцы, они не умеют выражать своих чувств или не умеют выражать свои мысли. И позвольте в этот праздник немножко защитить отцов, что я знаю точно, есть такие папы, которые думают о вас, о детях, о семье, очень часто. Но вы знаете, что если загадать загадку, кто более разговорчивый, папа или мама? Вы отгадали? Так вот, смотрите, получается так на практике, что папа думал, точно думал вот это сделать, но не успел. А бывает, что уже потом папа получил. Хотя он думал, он хотел, но наша слабость, наша слабость в том, что мы у нас мы иногда не умеем выражать свои мысли, чувства, но поверьте, что часто мы думаем об этом. Поэтому простите нас за это. Иногда просим вашей снисходительности и понимания. И о женам хочется сказать спасибо вам, жены, за то, что вы у нас есть. Если бы вас не было, мы бы никогда не стали папами. Поэтому и вам тоже большая благодарность. И следующий раздел хотелось бы поговорить об отношении детей к отцам, к земным своим отцам. Ефесянам 6 глава со 2 по 3 стих написано так. Почитай отца твоего и мать твою. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Honor your father and your mother. This is the first commandment and you will be blessed. Первая заповедь, одна из важных, которая особенно по отношению к детям. И Библия говорит, что если так будешь делать, будешь ты благословен, будешь успешен и будешь долго жить на земле. Дети, подростки, teenagers, kids, youth, помните, что это не просто совет, это не просто так учат в школе, это даже не Трамп президент сказал, а сам Бог, God, the living God, God himself, he told us, he gave that command to all of us, to honor and respect your father and your mother. Бог повелевает детям, это заповедь, почитать своего отца и мать. Хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, дети, молодежь, как на практике почитать отца? Практически, дайте три таких практических совета, действия, что может сделать, могут сделать дети, если они почитают своих родителей. В данном случае мы говорим об отцах. Я вам назову три, их есть больше. Первое, почитание родителей, туда входит послушание, послушание родителям, даже если нам не нравится, даже если нам это не хочется, даже если нам непонятно, даже если нам кажется, что папа не разбирается в компьютере, но послушание. Второе, это выражение своего признания родителям или папе. когда мы об этом говорим, это тоже практическая черта, как почитать отцов. И третье, это помощь вашим папам. Help. Помощь вашим отцам. Матфея, 15 глава, 4 стих, написано так, ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. Это был закон из Старого Завета, где мы видим, что детей так воспитывали, что нельзя было не просто не послушать, не помочь, нельзя было даже плохо говорить о родителях, нельзя было обзывать, унижать, кричать на родителей. И за этим стоял Бог, за этим и сегодня стоит Бог. Поэтому я призываю всех детей, подростков, молодежь, kids, obey your parents, listen to your parents, honor your parents, and remember God himself, he is behind this word, he is behind this. God will never go against parents. Поэтому почитайте и благословляйте ваших родителей. И в этот праздник, день Отца, хотелось бы призвать всех, семью, особенно детей, взрослых и молодых, чтобы мы не забывали выражать и говорить спасибо, говорить спасибо своим отцам и папам. Даже за то, что они, да, часто их не бывает дома, но они обеспечивают, зарабатывают. И у вас сегодня в доме есть все, абсолютно все. Есть что кушать, есть где жить, есть на чем ездить, у вас многое есть. И если вы думаете, что у вас мало и у вас чего-то нету, отправляйтесь с СМБС на миссию в Африку, в Непал, и вы увидите, как много у вас есть. У вас много есть. Благодарите за это Бога и Папу, который заработал, чтобы у вас это все было. Благодарите за то, что Папа с вами проводил время, любил, за то, что брал с собой в поездки, возил вас на vacation, за то, что был или есть для вас примером, за то, что Библию иногда читал, на молитву вас приглашал, за то, что защищал, советовал, за то, что был вашим другом. Говорите Папе это. Говорите, что вы цените в нем. Говорите сейчас, говорите сегодня, говорите, пока ваш Папа жив. Сегодня это первый праздник Папы, когда я буду праздновать этот день без моего Папы. Мой Папа не дожил всего лишь пару недель до этого дня. Мы с моими детьми записывали видео специально на день Папы заранее, чтобы ему включить, но дедушка не дожил. И на похоронах, когда мы готовили программу и мой спич, вы не представляете, сколько пришлось сокращать хороших слов, которые хотелось сказать Папе. но программа не вмещала все. И сегодня я стою перед вами, чтобы сказать, пока ваш Папа жив, говорите. Сегодня вас никто не ограничивает в словах, не ограничивает во времени. Говорите Папе, пишите ему, звоните, отправляйте смс, имейлы, все, что вы можете, пока ваш Папа есть с вами. Не жалейте хороших слов, благодарности, appreciation, выражайте express your appreciation towards your father while he is still alive. Пусть Бог благословит и поможет всем вам. Для меня, конечно, мой папа был и является большим примером хорошего отца, и мне хочется смотреть на него, хочется ему подражать, хочется также повлиять на своих детей, чтобы и на моих похоронах мои дети могли рассказывать, не придумывать, не выдумывать, но рассказывать искренне, каким был у них хороший их папа. Слава Богу за это, за то, что Бог сегодня дает нам правильное наставление, как двигаться по жизни. Дети, хочу еще также сказать, что если даже вам кажется, что мои родители, их точно не стоит слушать, my parents are, you don't have enough words to express how horrible are your parents. Не переживайте, дети, поверьте, что young people, скоро у вас будут ваши дети, и вы уже, я могу уже открыть секрет, что когда-то ваши дети могут так и о вас думать и говорить. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши дети были послушны, слушайтесь ваших родителей и уважайте, потому что еще есть один закон, сеяние и жатвы. И если мы сегодня сеем, то мы это возможно можем пожинать и в своих детях. Поэтому уважайте родителей. Второе, что должны делать дети по отношению к родителям, это прощать. трудно почитать, если отец был жестокий. Трудно почитать, если отец избивал. Трудно почитать, если отец плохо относился к маме. Трудно почитать и уважать отца, если его вообще в твоей жизни не было. Он только родил тебя и все. И вы знаете, что здесь вот этот момент прощения или непрощения может преследовать и мучить нас всю жизнь. К нам сейчас вот приехала подростковая школа. Я не раз общался с подростками, с тинейджерами, слышал такие истории, когда я не мог поверить, что ребенок в таком молодом возрасте так сильно ненавидит родителей и так сильно железно не может простить своего отца. А вы знаете, как много влечет это за собой последствий. Поэтому дети, молодые люди, взрослые, вы знаете, что отцы это тоже люди несовершенные, грешные, которые тоже иногда ошибаются. Библия говорит нам, если мы не прощаем, если мы не прощаем, то Бог, Бог, сам Бог не простит тебя и меня, не может пройти, не может пойти против себя, написано, и Отец наш небесный не простит вам, если мы не прощаем. И главный вывод это то, что без прощения христиане, вы не сможете исполнить очень многих заповедей в Библии. Просто не сможете. Без прощения не сможете выполнить Слово Божье. Поэтому если такое было в вашей жизни, если вы прошли через эту боль, когда вам говорят об отце, какой он хороший, как его нужно почитать, а у вас слезы на глазах, во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас простите его. Скажите Господь, помоги мне, это мое решение, я выбираю простить своего отца. Даже если он был верующий, даже если это были просто какие-то мелочи в детстве, простите его ради праздника, ради Господа Бога, ради самого себя. И все равно скажите ему слова благословения в его жизнь, и пусть Бог вам поможет в этом. Последняя ответственность или отношение детей к отцам, это учитесь от отцов, учитесь от них, потому что у них есть многому чему поучиться, у них есть опыт жизни, которого у вас пока нет или мало, поэтому принимайте их советы, учитесь на их добром примере, иногда и на ошибках, учитесь и дорожите этим. Самое большее, чему я научился от своего отца, я бы это много можно говорить, но одну вещь, которую я хочу выделить, что мой папа, он был везде одинаковый, везде, и в церкви, и дома, и в семье, и наедине. Он исполнял место из Библии, где написано, я буду ходить в непорочности посреди дома моего, то есть я буду жить святой жизнью не только в церкви, я буду хорошим и спокойным не только, когда я сижу на собрании, а и дома, и на работе. Как бы хотелось, чтобы наши дети нас тоже видели, видели в нас, в отцах, что мы везде одинаковые. Не так, что на работе там все совершенно по-другому у папы, папа разговаривает по-другому, дома папа разговаривает по-третьему, а в церкви вообще папа неузнаваемый. Как бы хотелось, чтобы мы, я, Господи, помоги нам, помоги нам, несовершенным людям, и я один из них, это помнить и так жить. И последнее, это отношение к небесному Отцу. Если у вас вообще нет Отца земного, вы его не знали или не имели привилегии ощущать эту любовь, то написано в Библии лично для вас, Исаии, 49 глава, 15 стих, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего, но если бы она и забыла, то я, с большой буквы, я, Небесный Отец, не забуду никогда. у нас, у каждого из вас есть на небе Небесный Отец, который никогда не забудет, никогда не оставит, всегда сможет заменить тебе и друга, и даже и Отца. Если это особенно ты в этом нуждаешься, помни, что у тебя есть Небесный Отец. И этот Бог Отец Небесный послал своего Сына, который умер на кресте лично за тебя, чтобы дать прощение грехов тебе, чтобы дать спасение тебе. И сегодня я здесь, чтобы об этом напомнить. Если ты желаешь сегодня отдать свою жизнь Богу, своему Небесному Отцу, если возможно ты, у тебя много зла на Отца, если возможно ты не имел этой любви Отца, если ты мечтаешь и ждешь эту настоящую любовь, тебе ее может дать Бог. Может дать Бог сегодня, если ты желаешь, чтобы получить это любовь, прощение и спасение от Бога, сегодня ты можешь это сделать в церкви, во время молитвы, ты можешь выйти вперед и сказать, Господь, прости меня, сказать, Господь, Бог, я в тебя верю, сегодня я хочу, чтобы ты стал моим личным небесным Отцом, во имя Иисуса Христа, аминь. Иисуса Христа